введение. Царя Давида нужно понимать. Я надеюсь, что мы уже немножко с ним как бы жились как с личностью. И мы помним, что его особенность в том, что он воспринимает весь мир как божественное присутствие. И он очень четко ощущает или пытается через события мира, через то, что происходит, почувствовать волю Всевышнего. И, конечно, эта попытка его основана на той высокой чувствительности, которая есть у него. У него есть основания для этого. Можно сказать, что на нем постоянно пребывает божественный дух, несмотря на то, что он не всегда получает пророчество. Мы видели, что он и пророк, и Всевышний с ним говорит напрямую. Но пророчество он получает не всегда. Но ощущение мира, восприятие мира как бы всеми фибрами своей души, как сотворенного и постоянной речи Всевышнего, который говорит с тобой, у него это присутствует. И это очень важно. И это важно, скажем, у любого мудреца есть какая-то своя позиция, которая определяется его философским взглядом на вещи, так мы с вами видим в Талмуде. Обязательно. То есть любое высказывание мудреца, но не случайно. Здесь сказал так, здесь сказал так. Это нет. У каждого есть своя позиция. У Давида есть своя позиция. Но она исходит не только от головы, не только от того, что он был мудрецом Торы, а от его великой чувствительности. Давайте вспомним несколько его высказываний, которые приводятся в Талмуде, передаются по традиции, как «Устная Тора» и приводятся в Талмуде. Давид сказал, что тот, у кого нету трех качеств, рахманим, байшаним, гумнейхазадим, те, кто милостивые, те, кто скромные или стыдливые, или те, кто и также еще одно качество, тот, кто оказывает милость, рахманим, чувствует милость, гумнейхазадим готовы помочь. Не останавливаются только на одном чувстве и сочувствии, готовы помочь, когда могут, по крайней мере, готовы помочь. Те, у кого нету этих трех качеств, ломизара Исраэль, они не из дома Израиля. И он действительно, он действительно так исходил. И он действительно исходил из этого, и он так и воспринимал Галаху, что понятие еврей – это не просто понятие, скажем, да, вот формальное. Если нету этих качеств, значит, что-то не в порядке в родословной. И он, как бы, вот эти вещи, эти аспекты чувства милости, чувства сцедливости, стремление помочь, чувственную, как бы, часть он ставил, он возводил в Галаху. Потом Давид, я надеюсь, что мы сегодня доберемся с вами и посмотрим это в тексте, он говорил, что всякий, кто живет не земли Израиля, у него нет Бога. Или мудрецы на основе слов Давида сделали, как бы, такой вывод его словами. Опять же, что значит нет Бога? Он не чувствует. Только в земле Израиля можно почувствовать Бога. И он опять идет со стороны, как бы, чувства. То, что мы с вами потом встретимся с историей с Гевоним, с теми, кто принял Геюр во времена Яшуа обманом, и не было понятно, что делать с этим Геюром, признать его или не признать. И Давид, потом мы увидим с вами, он вынес постановление, что поскольку у них нету милости, не может быть, чтобы их предки в свое время приняли искренне Геюр. Потому что тот, кто присоединился к народу Израиля, тот, кто живет вместе с народом Израиля, не может быть, чтобы у него не было этих трех чувств, и не может быть, чтобы у него не было милости, не было чувства сострадания, не было милости. Давид исходит из вот такого чувственного восприятия мира, и из этого он, если так можно сказать, устанавливает Галаху. Или вот это чувственное восприятие, это есть для него Галаха. Это большая, это очень трудная, как бы, позиция, как мы представляем, опираться на чувства и ориентироваться на чувства. Или, скажем, иногда опираться на чувства больше, чем на разум. Очень трудная позиция. Это такое небольшое введение, что мы представляли себе Давида, человек, который идет по миру, продвигается по миру, и он ощущает мир, как речь Всевышнего, который говорит с ним, и чувственная сторона, чувственный пласт для него являются главным. После этого небольшого введения давайте мы вернемся с вами к тексту, продолжим с вами изучение текста. И секунду мы берем, открываем ту главу, которая нам нужна, одну секунду. Так, вот. Раз, так, 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 так. Я надеюсь, сейчас видно текст на экране? Видно, видно. Видно, замечательно, да? Мы помним с вами, что люди взяв предали Давида, Шауль пришел преследовать его пустыню, Давид почти оказался в руках у Шауля, но Шауль был вынужден уйти, потому что ему сообщили, что Плештим напали на сыновей Израиля. И дальше говорится, что поднялся из пустыни, где он спас из рук Шауля, Давид поднялся из пустыни и ушел в Ингеди. Место-то, в общем, населенное, но он надеется, что, он надеется на то, что преследования прекратятся. Что после очередной неудачи Шауль поймет, что и Давид не представляет из себя опасности, и Всевышний не хочет отдать его в руки царя. И он идет в Ингеде, место у Мертвого моря, довольно населенное, с одной стороны, с другой стороны, там множество пещер, где можно скрыться и где можно укрыться даже большому количеству людей, числу людей. Мы помним, что с Давидом идет 400 человек, потом, к этому времени у него уже не меньше 600 человек, не меньше 600 человек вокруг него. И те пещеры, которые мы представляем себе в Ингеде, тянущиеся на десятки метров, они позволяют укрыться большому отряду. И вот рассказывается, было, когда возвращался Шауль от Плешти, мы поведали ему, говоря, вот Давид в пустыне Ингеде, и он берет 3000 отборных людей и доходит до Гдерота Цон. Гдерота Цон на русский переводится как загон из скота. То есть те временные загоны, которые строили из камней пастухи для того, чтобы загнать скот туда на ночь и оградить его в какой-то степени от хищников и от того, чтобы он разбегался. Гдерота Цон. А там пещера на дороге. И вошел Шауль, чтобы облегчить ноги, а Давид и люди его съебят в глубине пещеры. Мы понимаем, что когда приближается отряд Шауля, Давид и его люди оставляют свой лагерь, в котором они находятся возле населенного места, где они могут получить какие-то товары, какие-то продукты, купить их. Живут вблизи от людей, они оставляют тут же это место и укрываются в фещере. И вот приходит Шауль, и с отрядом они сидят в пещере, недалеко от Энгеди. И Шауль заходит в пещеру для того, чтобы, ну, по таким обычным делам, которые случаются иногда у человека. «И сказали люди Давида ему, вот день, о котором говорил тебе Бог о нем, вот я отдаю тебе врага твоего в руку тебе, и сделай с ним, как хорошо в твоих глазах». И встал Давид, и отрезал мантию Шауля, скажем, выделяющееся то, которое, скажем, подол его отрезал. В этих словах скрыто очень много. Во-первых, мы видим, что у Давида есть вот этот, как раз тот момент, который, говорится, мы видим четко, то, что у Давида есть Сангедрин. У него есть люди, с которыми он советуется, он не принимает решения, решения один. И люди его, они ему говорят, «Ты помазан царем, ты царь». Кто говорил? Говорил пророк Гатт. Как мы представляем себе по комментариям, пророк Гатт сказал Давиду, что «ты будешь царем». И как бы любые слова, они допускают комментарий. И те, кто идут с Давидом, они говорят, что эти слова обязывают действовать. Если ты будешь царем, значит, ты должен действовать. Если ты будешь царем, это значит, что врага твоего Всевышний отдаст тебе в руки. И они так видят ситуацию и убеждают, и убеждают Давида. И встал Давид. Слово «встал» говорит о том, что он пошел убить Шауля. Как говорят мы, комментарии видят сходство. И встал Каин на Эвеля. Слово «встал», оно может быть в Торе, такое несколько агрессивное, если так можно сказать, указывает на стремление восстать, подняться на кого-то. А и здесь это слово указывает на то, что Давид стал убить Шауля и отрезал мантию Шауля. Почему? Потому что он почувствовал, что это действие неправильное, что неправильно, что неправильно убить того, кого Всевышний помазал до него на царство. Мы представляем себе, что здесь очень много рациональных соображений. Сколько можно скрываться в пещерах? И он зависит, скажем, от решения Давида зависит не только его судьба, а зависит судьба 600 людей, которые пошли с ним, доверились ему. И вот теперь они требуют убить Шауля, да, и он уже готов во многом ради них для того, чтобы прекратить их скитание, мучение, перестать подвергать опасности их семьи. Их семьи находятся в опасности, они не знают, что происходит с семьей. С семьей завтра Шаулю придет в голову напасть на их семья. Он уже проявил себя как человек такой необузданный, скажем, необузданной ревности, да, завтра он нападет на их семьи. И они ему говорят, убей Шауля и прекратится все эти наши страдания, скитания, они прекратятся в одну секунду. Ты будешь царем Израиля, тебя признают царем Израиля, и пророчество у тебя есть. Да. Они его убедили с точки зрения рациональной, Давид почувствовал, что он не имеет права это сделать. Ощущение, которое дает Всевышний такому человеку, оно возобладало над рацией, над рациональными, над рациональными соображениями. И мы это видим совершенно четко, да, и было после этого, и поразилось сердце Давида его за то, что отрезал край одежды у Шауля. Да, когда он, да, он уже почувствовал, что это не следует убивать Шауля, но когда он достал, скажем, свой меч и отрезал кусок одежды, тут его сердце совершенно четко дало ему понять, что нельзя было поднимать руку на Шауля. Он почувствовал этот момент, воспринял этот момент сердца. Может ли человек так полагаться на свое чувство и оставлять в стороне доводы разума? И с точки зрения Галахии мы понимаем, что даже если не говорить, что Давид царь, помазанный царь, с точки зрения Галахии он имеет право убить того, кто его преследует, как мы знаем, что если кто-то стал убить тебя, встань и убей его. И с точки зрения Галахии тоже все правильно, но сердце возобладало, сердце сказало, сердце сказало, что Шауль, царь Израиля, на нем пребывает святость. И если поднять руку на такого человека, даже когда ты имеешь право, это осквернить имя Всевышнего. И нельзя осквернять имя Всевышнего, это тоже величайший запрет Торы. И что здесь будет, и как будет, ты подвергаешь опасности, ты подвергаешь опасности людей. Но сердце Давида говорит ему, делай так, и это воля Всевышнего. И вот вопрос, можно ли как бы в жизни полагаться так на ощущения, а не полагаться на рациональные доводы и на доводы Галахии. И, конечно, это путь очень опасный. И говорят, что в слове Мелех, царь, буквы намекают на соотношение разума и чувств. Говорят, что Мем это Мох, это мозг, это первая буква в слове Мелех. Ламет это Лев, это сердце, которое чувствует, она вторая буква. Мозг выше, выше сердца, предшествует сердцу. И следующее это Кавет, Кавет, скажем, да, печень, в данном случае как образ более такого материального, более материального, скажем, мира. Значит, мозг, рациональные соображения должны превалировать над сердцем, а сердце должно превалировать над над инстинктами. То есть возвышенные чувства, возвышенные стремления, они должны превалировать над инстинктами. Если говорят переставить Мем и Ламен, то получается Лемех, Лемех, как бы, не очень такой положительный персонаж в Торе, а в языке как бы неудачник, да, Лемех, неудачник. Вот. И тем не менее, да, и тем не менее, да, наверное, трудно кому-то рекомендовать ориентироваться только на чувства и говорить, и исходить в своей жизни из того, что я так чувствую. Давид необычный человек, да, вот, ты, скажем, своего рода, своего рода пророк, просто то пророчество, которое у него есть, оно, как бы, восприятие воли Всевышнего через материальный мир, трудно сказать, у кого оно еще было, кроме его сына, царя Шламо, особый человек. Трудно каждому человеку рекомендовать опираться на сердце, но, а сердце тоже нельзя забывать, да, потому что мозг на первом месте, а на втором месте сердце, да, и понятно, что мозг и сердце очень сильно связаны, когда человек развивается, то его эмоциональное восприятие мира, эмоциональное восприятие окружающего, оно очень важно, он не может жить одним мозгом только, одним чувством, одним рациональными соображениями. Многие мудрецы говорят, что и при, когда человек, мудрец Торы, выносит галактические решения, сердце имеет тоже очень важное значение не только мозг, но и сердце, да, а вот Давид, возвращаясь, опять же, к этой ситуации, это человек, который, у которого, у которого сердце чувственный мир или чувствительный мир, он превалирует. Нужно сказать, что, скажем, можем представить себе в скобках, что чем больше мы отдаляемся от времени храма, тем больше, тем сильнее мы отдаляемся и вот от такого, скажем, чувственного восприятия мира. Не просто как бы, а когда это чувственное восприятие, оно основывается на восприятии божественного присутствия в мире. Мы все дальше отдаляемся от такого чувственного восприятия. Можно говорить и о философских движениях, которые связаны в течениях и выводах, которые связаны с тем, что вот такое чувственное восприятие духовного мира или восприятие духовного мира через материальный мир у людей постоянно как бы идет и ослабляется. Но это, наверное, тема для отдельного разговора. Но то, что нам важно для того, чтобы понять Давида, для того, чтобы понять то, что происходит, нам важно понять, что это человек пророческого уровня или пророческого восприятия действительности, окружающей действительности, так можно сказать, он чувствует эту действительность. И сказал своим людям, горе мне от Бога, если сделаю я это, дело господину моему помазаннику Бога. Он уже отрезал кусок от мантии, как здесь говорится, Шауля, говорят, что он отрезал цицит от одежды Шауля, и вот он вернулся к своим людям глубинам пещеры и говорит нет, так не следует делать. Нельзя простереть руку на помазанника Бога. Помазанник Бога, он в любом случае, что бы ни было, это будет осквернением имени Всевышнего. И разделил Давид людей его словами и не дал им подняться на Шауля. Они вроде договорились. Давид вышел для того, чтобы увидеть Шауля. И тут он возвращается и говорит, это неправильно. И начался спор галахический. В шутку можно сказать, наконец-то я нашел время и место. Но мы представляем себе, что Давида окружают люди праведные, те, которые впоследствии станут его воинами, которые известны не только своей силой, но и праведностью и мудростью Торы. В книге Шмуэль Бет перечисляются воины Давида и отмечаются не только их силы, но и праведность каждого. На 36 воинов у него были величайшие праведники, все они из людей, которые сейчас с ним пошли, величайшие праведники, они хотят сделать все правильно, они уверены. Давид разделяет их, он доказывает и уже у них нет единого мнения. А Шауль поднялся из пещеры и пошел по дороге. И встал Давид после этого и вышел из пещеры и возвал вслед Шаулю. Но прежде чем мы поговорим о словах, которые он сказал Шаулю, хотелось бы посмотреть 7-й псалом, в котором Давид описывает свои переживания в этот момент, когда он чуть было не поднял руку, чуть было не поднял руку на Шауля. Скажите мне, сейчас текст, наверное, не виден, правильно? Так, значит, секунду, 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 так, вот, поднимаем мы 7-й псалом. Да, сейчас видно нормально. Видно. Отлично, да. Это псалом называется Шигаон, Шигаон Ледовид. Обязательно сейчас мы сообразим, как это сделать и увеличим. самое простое, может быть, сделать так, просто дать шрифт более крупный для вас. Вот, вот так вот как-нибудь, правильно? Так лучше? Вообще, если ползунок внизу потянуть, страничка увеличится. Это правильно, да, просто в напряжении, которое есть. О, да, да, замечательно. Спасибо. Шигаон, Шигаон Ледовид, да. Шигаон, слово странное, не совсем понятное, да, употребляется единственный раз в псалмах, и обычно эти слова намекают на какие-то инструменты, но даже если это инструмент, здесь явный намек в этом слове на то, что это, на то, что ошибка. Давид допустил ошибку. Шигаон, шага, глагол, это ошибся. Шигаон, ошибка. Можно перевести как сумасшествие, но здесь несколько не вяжется. Да, скорее, в данном случае это намек на ошибку. Ошибка Давида, который, вот, и этот псалом об ошибке, который он пел Богу о куше, что из колена Беньямина, да. Куш, обычно, это человек темный, но, черный, но с темной кожей, вот, как бы не попасть в современные, современные проблемы, не используют ни то слово, я даже не знаю, какое уж тут слово использовать, но куш, короче говоря, да, из куша, с темнокожей. Так не, так не называли людей с темной кожей, их было немного, в Израиле так называли людей, так называли людей особых, отличающихся. Видимо, это связано с тем, что когда-то видели темнокожего, вот он отличается, и так называли людей, которые отличаются от других, обычно отличаются своей праведностью. Вот, и Давид говорит, это песни Богу Акуши из Беньямина. Понятно, что это песнь о спасении от Шауля, размышления о том, что было в тот момент, когда он отрезал край его одежды, и мы помним, что, естественно, Шауль с колена Беньямина, да, Бог всесильный мой, на тебя полагался я, избавь меня от всех преследователей моих, и спаси меня. Давид говорит, прежде всего, я всегда полагался на Всевышнего, что он спасет меня, мое дело поступать правильно, да, Всевышний спасет меня, да, чтобы не верстерзал, он, как лев души моей, не разломал, не разломал и кости мои, и не было бы кому спасти меня, да, то есть, я уверен, что, если даже мой противник, как лев, если он сильный, если он может наброситься на меня, Всевышний этого не позволит, не даст ему, вот, Бог мой всесильный, если сделал я это, если есть несправедливость в руках моих, если я заплатил злом доброжелательному ему, а я избавил врага моего без причины, да, избавил его, ну, да, можно сказать без причины, без, просто, просто отпустил врага, без того, что он мне заплатил, без того, чтобы я имел какую-то выгоду от этого, я избавил его без причины, да, то есть, мы в этих словах Давида, да, мы видим его переживания, его сомнения, поступил ли он правильно, он правильно поступил, да, он правильно поступил, в этом у него нет сомнения, он упрекает себя за то, что у него была мысль убить, убить Шауля, да, и он говорит Всевышнему, да, как бы, не суди меня, в конце концов, да, в моей руке не было несправедливости, в конце концов, я не принес зла, не принес зла тому, кто был милости в камне, привил милость ко мне, и это все об одном и том же человеке, с одной стороны, Шауль привил милость, к нему принял его при дворе, отдал за него замуж свою дочь, да, с другой стороны, он враг, который его преследует, да, и то, и другое в одном лице, и Давид оправдывает себя, когда, как оправдывает себя перед Всевышним, когда есть необходимость оправдывать себя, когда есть какое-то сомнение, почему есть сомнение, да, Давид упрекает себя, что он сразу не понял, сразу не почувствовал, да, мгновенно не почувствовал, что он не имеет права поднять руку на, поднять руку на Шауле, что он послушал людей и не сказал им, что не объяснил им хотя бы, что это оскорнение имени Всевышнего, он не сделает это. Одна только мысль была у Давида, и он себя упрекает. Он себя упрекает. И из этого мы тоже можем понять как бы образ этого человека, этого человека. Он считает, что он должен чувствовать все мгновенно, что неправильное какое-то ощущение, оно как бы лжепророчество. И хорошо, что все получилось так, но он остался с ощущением вины, с ощущением ошибки и также потому, что он отрезал часть одежды Шауля. Потом он считал, что этого не надо было делать, что и в этом есть оскорнение имени Всевышнего отрезать, проявить вот такое неуважение к царю, отрезать кусок одежды, зачем он это сделал, мы сейчас с вами посмотрим, нетрудно догадаться. И если мы понимаем как бы вот эту структуру, этот рисунок псалма, то уже нам несколько легче с вами будет представить сам псалм, если вы его прочтете, продолжите чтение псалма. Сейчас мы попробуем с вами, во-первых, я остановлю демонстрацию, во-вторых, я вижу, что у нас в чате есть вопросы, нет, только добрый вечер и всем шалом, тогда мы возвращаемся срочно к 24 главе и продолжаем ее. Развеево, если можно, вопрос. Да, пожалуйста, да. Смотрите, два посвященных вот все-таки конфликт принципиальный, да, и как чувство может быть высшим критерием, когда все-таки даже Давиду потребовалось еще осмысление, осознание своего чувства. А не говоря уже о Шауле, который готов убить даже сына собственного, вот чувство может быть действительно высшим критерием? Нет, не может. кроме как для пророка и таких редких людей, как Давид, похоже, что их было всего два человека таких на свете. Это Давид и его сын, Давид и его сын Шламо. Конечно, мы поэтому и говорили с вами, что трудно представить себе другого человека, который сможет, скажем, как критерий, главный критерий поставить выше всего чувства. Здесь единственное, что можно сказать, что можно было сказать, что это рациональное как бы соображение, что это осквернение имени Всевышнего, если убить Шауля, и еще какое осквернение имени Всевышнего среди народов, будет известно, что некий человек, кто там дается подробности, помазали его на царство или нет, военачальник Шауля, который был в бегах, убежал от него, он взял и убил царя и узурпировал престол. Это то, что будут воспринимать народы. А мы знаем, что осквернение имени Всевышнего это не то, что произошло действительно, а то, что говорят, то, что люди говорят, допустить такое, чтобы люди говорили, что в Израиле убили царя, которого помазал на царство пророк, и вот кто-то занял его престол, это было бы очень-очень-очень высоким осквернением, высокой степенью осквернение имени Всевышнего и естественно в народе Израиля как бы создало такой прецедент. И на Давида бы смотрели по-другому, если бы он убил Шауля. То есть все эти моменты, как бы сложившись вместе, можно сказать, что они и с рациональной точки зрения подсказывали, что не следует убивать Шауля, просто это на одной чаши весов. На другой чаши весов 600 человек, их жизни, их семей. Как тут решить? И Давид пошел вот в таком пути, что надо спасать себя, надо спасать людей и их семьи. И вот как пророк, но только пророк, не которому был голос свыше, а пророк, которому подсказало сердце, он остановился. Он остановился. Понимаете? И мы с вами говорили, что привести Давида на царство с точки зрения Всевышнего, это как бы в шутку говоря, только в шутку для образности, ни в коем случае не серьезно, а в шутку это обман народа, потому что люди не были готовы к тому, чтобы их вел, возглавлял их государство, царство, возглавлял пророк, и не были даже готовы к тому, чтобы человек, который, с которым постоянно рядом находится пророк и все ему указывает, чтобы такой человек стоял на царстве. Тогда Всевышний взял и привел на царство человека, который, если так можно сказать, скрытый пророк, ему никто не говорит с небес, он не получает указаний, но сердце его ведет безошибочно по пути Всевышнего, по пути освящения имени Всевышнего, возвеличения имени Всевышнего, но не его осквернение. Это Давид, очень бы хотелось, чтобы мы понимали его, а у каждого человека есть свои особенности, у такого человека, как Давид, у него особенности уникальные. Может быть, мы доберемся с вами, хотелось бы надеяться. Рафтеев, можно вопрос? Да, пожалуйста, да. Как раз понимание Давида мне очень четко понятно из рациональной точки зрения, из точки зрения сердца. Мне непонятно, почему пророк Гад и Сангедрин пророчествовали о том, что он должен убить Шауля. Вот это мне непонятно. Гад не пророчествовал о том, что он должен убить Шауля. Значит, я вас не так понял. Потому что вы сказали, что он был тогда. Правильно, правильно. Гада с ним нету, по всей видимости, в пещере. А если, скажем, есть пророчество Гада, есть пророчество Гада, которое вспоминают люди, Сангедрин его говорит, что он пророчествовал о том, что ты будешь царем, что отдаст в руку тебе врага твоего. Вот оно, это пророчество. И любое второе пророчество, оно допускает толкование. Понимаете? И они решили, что это тот момент, о котором говорил Гад. Да, то есть это было постановление неправильное. Вывод из пророчества Гада, видимо, был неправильный. Я понял. Спасибо. Давайте дальше немножко. И стал Давид, после этого вышел из пещеры и возвал вслед Шаулю, говоря, господин мой царь, оглянулся Шауле, склонился Давид лицом до земли и распростерся. Давид подчеркивает, что он слуга Шауля, что еще не настал тот день, когда он является царем. Мы говорили с вами, что помазания на царство пророкам недостаточно, чтобы царь был признан народом, так или иначе, чтобы у него была действительная власть в его руках. Какой царь без власти? И Давид признает, что Шауль царь, а он, его слуга, распространяется перед ним до земли. И сказал Давид Шаулю, зачем ты слушаешь слова человека, говорящего, вот Давид вывывается дурном от тебя. Есть несколько человек, которые окружают Шауля, и в данном случае, и говорят против Давида. Мы знаем, что это доик, который постоянно наговаривает на Давида, и основа его всех речей, направленных на против Давида, заключается в том, что он говорит о том, что у Давида испорченное родословное, и что все качества его души, они тянутся от Моаба, что он не может быть таким, как сыновья Израиля, не может быть таким, как сыновья Израиля, потому что его прабабушка это Рут, и он постоянно это говорит Шаулю, и доказывает, и показывает ему. И вот Давид говорит, зачем ты слушаешь этого человека, что еще можно сказать? Я тебе только говорю, что зачем ты слушаешь его? Вот сегодня видели глаза твои, что отдал тебя Бог в руку мою в пещере и сказал мне народ, что со мной убить тебя, и жалился над тобой душа моя и сказал непростую руки своей на господина моего и в обомазанник Бога он. Давид, естественно, он не хвастается своим поступком. Его задача одна – убедить Шауля, что он не представляет никакой опасности, чтобы Шауль кончил преследование и тем самым спасти своих людей от скитаний и спасти их всеми от опасности. Это очень рискованный поступок, но опять же Давид идет на него и отец мой посмотри еще посмотри край площад твоего в руке моей он показывает ему тот край который натрезал зная и посмотри что нет в руке моей зла и преступления говорит он Шаулю рассудит Бог между мной и тобой и отомстит тебе Бог за меня а руки моей не будет на тебе это не проклятие ни в коем случае может показаться что это проклятие это ни в коем случае не проклятие Давид просто говорит Шаулю что не бывает так чтобы человек преследовал невинного и потом остался безнаказанным так не может быть ты подумай об этом я никогда не подниму на тебя руки ты видел но ведь есть же божественный суд небесный суд ты должен об этом подумать как говорит притча древняя от злодея выходит зло а руки мои не будет на тебе тут можно притча это Тора и тут можно было бы подумать что говорит Давид но гораздо важнее нам двинуться дальше за кем вышел царь Израиль за кем ты гоняешься за собакой мертвой за одной блохой мертвая собака понятно она ничего не может блоха одна хотя и живая но она маленькая так что может сравнить меня с собакой может сравнить с плохой и будет Бог судьей да рассудит между мной и тобою и было когда закончил Давид говорить эти слова Шаулю и сказал Шауль голос ли это твой сын мой Давид и возвысил голос свой и заплакал здесь опять же очень интересный момент казалось бы простые слова да но понятно что Шауля что-то что-то так сказать затронуло его затронуло его душу да и что это за вопрос голос ли это твой сын мой Давид да конечно он знает его голос и узнал бы его не отличил бы его от тысячи других голосов безусловно здесь помогает даться в Рим он говорит что нужно представить себе Шауля который находится под который находится под влиянием постоянно дурного духа который ему не посылается специально с небес но божественный дух божественная помощь его оставила и вот как бы та пустота которая та пустота которая образовалась она как ну что-то типа лжепророчества и вот ему иногда Давид снится в страшном каком-то образе и он слышит его голос как какой-то злой и угрожающий да и может быть во сне слышит может быть он вспоминает его голос и голос ему его голос ему слышатся какие-то интонации которые угрожают что-то предвещают предвещают какое-то зло и тут он слышит голос Давида да и искренность которая в его есть в его сердце момент искренности который в его сердце да дает ему услышать снова тот голос Давида который его успокаивал мы помним что сначала голос Давида успокаивал Шауля потом он его раздражал как только Давид начинал Давид начал играть он схватился за копье да почему голос тот же самый как мы понимаем да в голосе Давида есть много от таких пророческих интонаций так как его как в его псалмах безусловно но вопрос в том как человек это воспринимает и в какой-то в какой-то момент Шауль перестал воспринимать голос Давида как как бы как такую несущую волну пророчества и стал его воспринимать и стал его слышать как угрозу как кровдражение тут вернулось тоже восприятие голоса которое было раньше и он заплакал да и сказал Давиду праведнее меня ты ибо ты оказал мне это добро я причинил тебе это зло полное раскаяние к сожалению это раскаяние не было очень долгим как мы можем представить себе из дальнейшего текста из дальнейшего рассказа Шауль возвращается к тому же самому восприятию Давида как человека злобного угрожающего угрожающего ему и здесь как нам рассказывает Агада в Сангедрине немалую роль сыграл немалую роль сыграл Авнер Авнер который человек в общем-то праведный который не сумел воспринять Давида начальник над войском Шауля как мы помним и он постоянно постоянно переворачивает дела Давида в плохую сторону и здесь тоже сейчас Шауль растрогался сейчас Шауль представил что Давида отрезал его край одежды а мог бы и убить его и впоследствии Авнер скажет Шаулю как говорит нам тракта Сангедрин откуда ты знаешь что он отрезал край одежды твоей может быть ты зацепился где-то за куст за колючки край одежды твоей оторвался он подобрал потом и потом как человек хитрый решил сыграть на твоих чувствах выбежал тебе показывать этот край одежды и Шауль у которого естественно как бы многое болит если так можно сказать в душе внутри он воспринимает эти слова Авнера и все возвращается на круги своя а пока он говорит слова хвалебные в честь Давида в честь его благородства и признает его праведность и говорит и теперь вот я знаю что непременно будешь править ты упрочится в твоей руке царство Израиля как только он оставляет свою зависть неприязнь как только он в его сердце просыпается ищенное чувство просыпается и хотя бы отголосок пророческого дара божественного духа который подсказывает ему что Давид будет царем тогда он говорит поклянись мне Богом что не истребишь потомство о нем после меня и что не истребишь имя мое из дома отца моего мы представляем себе что среди народов мира обычно когда царь свергает кого-то приходит или приходит новая династия на смену старой что делает прежде всего царь он вырезает все потомство предыдущего царя всех его всех кто хоть отдаленно мог бы претендовать на престол это как бы само собой разумеется а что будет в царстве Израиля опять опять же как бы с рациональной точки зрения должно быть то же самое поднимется новый царь есть потомки шауля которые претендовали бы на престол они будут смотреть как бы косо на нового царя может быть царь и не сделает сам первого движения а потом либо он что-то заподозрит либо они действительно сделают какой-то шаг он тогда уже вырежет всех истребит всех шауль просит поклянись мне что ты не истребишь моё потомство и мы видим те мысли те мотивы шауля которые подтолкают его на преследование Давида это не только не только скажем такого рода зависть не только нежелание уступить власть это и опасения за свое за свое потомство потому что как бы такой рациональный ход следующий царь который придет к власти он вырежет все потомство предыдущего царя и поклялся Давид Шаулю и пошел Шауль в свой дом а Давид и люди его поднялись в Митсуда Шауль поклялся но все-таки Давид не возвращается в населенные места не начинает там жить обычный по крайней мере похожий на обычную жизнь со своим отрядом он поднимается в Митсуда поднимается в крепость укрепленное место возможно это как раз та же самая Митсуда которая известна потом и в период Ордуса и в период Великого Восстания возможно что это место было укрепленным и туда можно было подняться скорее всего там не было людей но там можно было подняться и там можно было жить найти найти жилище себе и чувствовать себя относительно в безопасности потому что неожиданное нападение врага в таком месте на такой скале когда ты живешь на вершине такой скале оно невозможно так что мы видим что Давид он наполовину полагается на клятву Шауля с одной стороны он на виду известно где он находится с другой стороны это место укрепленное и его можно либо защитить малыми силами либо убежать оттуда найти способ убежать из такого места но неожиданное нападение нет возможности совершить неожиданное нападение на такое место посмотрим что посмотрим что происходит дальше откроем с вами двадцать пятую главу и попробуем ее представить представить себе что здесь делается событие развивается время не стоит на месте и мы видим двадцать пятая глава начинается словами и умер Шмуэль Шмуэля было не так много лет где-то пятьдесят два года и собрался весь Израиль и скорбили о нем и похоронили его в доме его который в раме и знаем что это на севере Иерушалайма очень близко от города Иерушалайма рама это высота и вот на этой высоте стоял дом Шмуэля и небольшое поселение и похоронили его в его доме который в раме Трудно сказать что был обычай хоронить людей в доме и конечно похоронили его не непосредственно в доме а где-то недалеко недалеко от дома и по всей видимости это было сделано потому что Шмуэля воспринимали как царя и вот оказали ему особые почести похоронили его рядом с его домом и встал Давид и спустился в пустыню в пустыню Паран эти строчки они очень характерны для пророков они еще раз как бы доказывают нам что рассказ который мы видим перед собой стихи текста пророков это конспект в котором нужно многое читать между строк почему вдруг Давид уходит в пустыню уходит в пустыню Паран тут происходит история которую мы с вами можем найти у Мальбима например а у комментатора Мальбима вот он говорит о том что Давид Давид пришел на похороны Шмуэля или пришел оплакивать его когда узнал что Шмуэль умер там собрался весь Израиль как бы не относились к нему к Шмуэля понятно что с некоторым скажем недоверием с некоторым неприятием понятно что это величайший пророк и значение его было понятно и пришел весь Израиль оплакивать его пришел и Давид в расчете что клятва которую дал Шауль она все-таки клятва и Шауль не нарушит ее и вот он среди людей в толпе людей и пришел туда пророк Гат который решил сделать благое дело при огромном стечении народа можно сказать всего Израиля взял и объявил о том что Давид был помазан на царство Шмуэлем Шмуэль сейчас шел из жизни кто будет свидетельствовать об этом кто знает об этом только его ближайшие ученики один из которых Гат Натан и Гат фактически это два свидетеля которые знают от своего учителя они не видели но они получили свидетельство от Шмуэля что он помазал Давида и вот Гат встал и объявил фактически Давида царем перед стечением большого числа народа Давид понимает что это приведет к конфликту это приведет к гражданской войне он встает и убегает в пустыню паран уже не в митсуда не в эту скалу которая как бы стоит торчит и видно что легко догадаться что на ней есть люди вообще известно что он там митсуда он уже нет он не возвращается митсуда он бежит в пустыню паран и был человек в Маон и дела его в Кармель и человек этот велик очень и у него скот 3000 и 1000 кос и было когда он стриг мелкий скот его в Кармель забегая вперед для того чтобы понять всю эту ситуацию паран в пустыне там нет ничего не бегут убегает давит посылает своим людям или проходит через них берет их они уходят в пустыню паран скот они свой не успевают взять хозяйство свое бросают убегают срочно и у них нет возможности никакой существования они приходят в пустыню Маон где пасет свой скот Маон это и место небольшой город и пустыня да и там человек и дела его в Кармель Кармель это не гора Кармель это поселение которое недалеко от Хеврона да как говорят южная южная сторона гор Хеврона он 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 стрижет скот в Кармель вот а сам он как бы в Маоне потому что там пасут скот потому что там его основные дела да а из Кармели он продает торгует и в основном шерстью вот и Давиду и его людям надо как-то жить они приходят они помогают пастукам они охраняют они охраняют скот этого человека делают для него работу да и получают какую-то плату за свои труды самую незначительную маленькую плату как бы пропитание получают за свои труды за то что они помогают пастукам и за то что они охраняют их у них нет возможности другой существования кроме как выходить к людям да но тоже выходить так чтобы сразу можно было убежать убежать в пустыню и было когда он стрих мелкий скот его в Кармель да имя человека этого Наваль имя жены его Абигаль и женщина отличается умом своим и стройна станом а муж упрям и дурны поступки его и он Калби из семейства Калева да и здесь нам опять же нужно понять почему этот рассказ приводится со всеми подробностями Калев это семейство в Иуде знатное семейство в Иуде да и человек который считает что царство должно так или иначе рано или поздно перейти к нему знатное колено из Иуды в колене Иуды из колена Иуды должен быть царь как он полагает по пророчеству Якова по благословению Якова да и вот этот человек он претендует претендует на царство или по крайней мере ждет ситуации когда он сможет сможет заявить о том что он царь он правитель по благословению Якова да и мы видим каковы его качества этого человека да ни милости ни разума да ничего у него нет да и мы понимаем да что понимаем из этого что для того чтобы был правитель да был правитель был царь настоящий который может вести за собой народ и который может возвышать народ духовно да для этого нужна божественная помощь нужен бы конечно нужен был бы пророк сильнейший пророк который поставил бы помазу царя на царство да но в принципе всегда нужна божественная помощь для того чтобы был человек который может возглавить народ перед которым стоит задача не только сохранить себя не только защитить себя от врагов но и постоянно возвышаться духовно да давайте мы здесь пока остановимся вот если есть какие-то вопросы я с удовольствием попытаюсь на них ответить я вижу здесь вопрос от жене а маша рабейну не относится к таким людям вопрос отпал хорошо хорошо ну хорошо если нету вопросов то мы тогда с вами поставим точку на сегодня будем надеяться что мы встретимся на следующей неделе и мы с вами подходим к книге к концу книги Шмуэль Алев мы постараемся закончить ее в следующий раз совсем немножко осталось и дальше у нас Шмуэль Бет который рассказывает уже не о становлении Давида как царя о царстве Давида о периоде его царствования и думаю что соприкоснувшись с текстом Шмуэль Бет мы еще откроем много интереснейших граней в личности Давида вот спасибо большое за внимание я тогда останавливаю нашу встречу вот и как бы мы подошли к такому моменту и Натан просил немножко сегодня пораньше закончить так что все совпало хорошо ладно всего всем самое-самое доброе спасибо спасибо все хорош всем счастливо до свидания до свидания